Валерий Бойко. Художественный мираж. Мечты, мечты. Кто из нас не мечтал или не мечтает? Сладостные грёзы, в которых мы улетаем в другие миры, комфортные для нашего «я». В детстве мы мечтаем о чём-то совсем маленьком и очень большом, но далёком, о новой игрушке или кем мы будем, когда вырастем. Мы видим себя врачом, актёром, пожарным, художником, академиком, космонавтом, кем-то значимым, героическим и знаменитым. Подростками мечтаем о любви, учёбе в ВУЗе, о прекрасном будущем. Повзрослев, наши мечты становятся приземлённей. Мечтаем о жилье, деньгах, карьере. Постарев, часто вспоминаем прошлое и мечтаем, как бы было хорошо, если бы вместо ошибок мы поступили иначе. И как было бы сейчас хорошо, и кем бы мы были, если бы, я такой же, как и все, тоже мечтал. В детстве мнил, что в будущем я буду лётчиком, потом космонавтом. Буду заодно писателем-фантастом и художником. Но жизнь сложилась иначе. Конечно, если бы я сделал мечту целью жизни и пошёл целеустремлённо и упрямо к этому Эвересту, то, может быть, был бы шанс. Но, увы, вмешались реалии жизни и всякие непредвиденные обстоятельства. Да о чём я говорю? Вы ведь знаете, как мы себя можем оправдывать. Все мы себе лучшие адвокаты и самообманщики. Когда говорят, мол, вернуться бы в прошлое, не наделал бы столько ошибок. А я думаю, не наделал бы этих ошибок, наделал бы других. И ещё неизвестно, что хуже. Однако соблазн часто сильнее нас. И всё-таки хочется вернуться в прошлое и хоть чуть-чуть подправить жизнь. Однажды с этими мыслями я пришёл на работу. А работаю я в галерее живописи. И случилось со мной нечто странное и таинственное. Рассказать, кому скорую вызовут. День был ненастный. Добрый человек врага на улицу не выгонит. Посетителей, естественно, ноль. Скука. Что остаётся делать? Мечтать. Устроился я поудобней в кресле. И унесли меня мысли куда-то в космос. Но поскольку возраст мой, так сказать, начало осени, Через некоторое время воображение сдуло меня в прошлое. И чего-то тоскливо стало на душе. Это сделал не так. И то совсем плохо получилось. А вот тогда шанс Богом данный бездарно профукал. И вдруг раздался тихий хриплый голос. Жалко мне тебя, коллега. От неожиданности я катапультировался из кресла и ещё на лету поинтересовался. Кто тут? В твоём понимании, никого. Последовал спокойный, но непонятный ответ. Не надо порафинить мне мозги, — начал нервничать я, оглядываясь по сторонам. А ну выходи из-за конструкции. Это ни к чему. Тебе же лучше. Я посмотрел на швабру, забытую с вечера в углу. Некто хрипло засмеялся. Да так, что у меня по коже мороз пошёл. Слушай, будь человеком, хватит издеваться, выходи, — взмолился я. Человеком быть не могу. Но могу быть похожим на человека, которого ты себе представляешь. Только, боюсь, с перепуга ты представишь себе что-нибудь жуткое. Давай сначала успокойся. Да в конце концов, кто ты? Я? Дух. Что за бред, — подумал я. Не бред, а бесплотная сущность. Ты что, и мысли можешь читать? Нет, читать не умею. Я их слышу. Ты, наверное, домовой, так сказать. Барабашка, — предположил я, немного успокоившись. Ну, почти. Есть домовые, есть лесовики, то есть лешие. Нравоучительно перечислил незнакомец и гордо добавил. А я — галерейный. Это как? Ну, дух галерейный, понимаешь? И хватит мыслями все усложнять. Ничего плохого я людям не делаю. Да и не могу сделать. Ну, тогда покажись, наконец, — осмелел я. Тогда представь кого-нибудь тебе знакомого и приятного. Я попытался вспомнить кого-то из знакомых. Нет-нет, — запротестовал дух. Художника лугового и женщин лучше не надо. Я все-таки он, а не она. А почему художника нельзя? Хороший человек был. Вот именно. Был, — последовал ответ. Он умер. Нельзя тревожить его дух, если ты его уважаешь. Уважал, — согласился я. Давай тогда. Хорошая идея. На абстрактного дедушку-мудреца я согласен. И передо мною неожиданно прямо из воздуха образовался улыбающийся Хаттабыч. Ну, как? Ничего, — кивнул я. Но вы какой-то полупрозрачный, как привидение. Можно по-прежнему на ты. А образ лучше не получится. Я же бесплотный. А привидение — это другое. От слова привидится. Мираж, понимаешь? А я есть. Я — сущность. Как какая разница? Ты зря так думаешь. Я — служебный дух. Служу, как и ты, в галерее. Ну, как тебе объяснить? Библию читал? Ага, читал. Хорошо. Вспомни царя Давида. Не перебивай, пожалуйста. Давид здесь при том, что он, обращаясь к Богу, говорил, И ангелами твоими творишь служебных духов. Вспомнил? Вспомнил? Есть разные служебные духи. Рек, деревьев, камней и прочего. Поклонение духам и есть язычество. То есть поклонение твари вместо творца. Человеку на земле Бог подчинил все. А человек иногда умудряется поклониться подчиненным. Каждый художник своими руками создает будущее жилище для духа И даже не задумывается, что за дело рук своих придется в свое время отвечать перед Всевышним. Как сказано, не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Если картина хорошая, селится добрый дух. Если... Эй, шеф! Вдруг заговорил пейзаж голосом художника Лугового. Ты уже усыпил галериста? Нет, нет, встрепенулся я. Мне очень интересно. Только давай общаться по очереди. А то я не успеваю подумать, а ты уже говоришь. Получается монолог. Меня многое интересует. Но ты так до утра будешь говорить. Хорошо, согласился галерейный. Задавай свой вопрос. Чтобы все слышали. Я его уже знаю. И он широким жестом указал мне на ряды картин. Населению галереи тоже интересно. Что тебе интересно? Подожди. Это что, в каждой картине дух? Ну, конечно. Но мысли твои слышу только я. Ну, при чем тут, ну и хорошо. Придется живой речью общаться. Уважаемые дамы и господа. Торжественно начал я, как на открытии выставки. Мне очень приятно. Вот не надо официоза, перебил меня галерейный. Тут все свои. Представь, что перед тобою друзья-художники. Легко тебе говорить. Не каждый день с ума сходишь. Но я попробую. Итак, вопрос, напомнил Хаттабыч. Ну, ты вначале сказал, что тебе жалко меня. Это почему? И вдруг по галерее прошел шум, как будто она была заполнена посетителями, и все одновременно заговорили. Да ты куняешь и постоянно бьешься головой об стол, перекричал всех на тюрморт голосом художника Капсана. А ну тихо, власно скомандовал галерейный. Наступила тишина, и он продолжил. У нашего галериста проблема. Он очень жалеет, что не сбылись его мечты. Ну, это нормально, спокойно заявил пейзаж Лугового. У всех людей так с возрастом. А ты чем недоволен? С вызовом спросил Капсановский на тюрморт. Посмотри на себя в зеркало. Портрет у тебя холеный, без морщин. Одет недешево. Работа не пыльная. Спишь тут часами в рабочее время. Чего тебе не хватает? Фу, какой примитив! Пропищала картина с балеринами а-ля Дега. Причем голосом художницы Робозункиной. У человека, может быть, была возвышенная великая мечта. У людей все мечты возвышенные великие, послышалось с конца зала. И кончаются они, когда нужны деньги, не унимался на тюрморт. Опять начался шум. Общество разделилось. Одни духи меня осуждали, другие оправдывали. Но о мечты-то о чем? Солидно спросил портрет Черчилля голосом художника, фамилию которого я никак не мог запомнить. Я вдруг застеснялся. Он хотел быть летчиком, космонавтом, генералом. Выручил галерейный. И одновременно писателем и художником. Наступила тишина. Ого! Протянул кто-то издалека. А почему не президентом или премьером? Съязвил на тюрморт. Политика дело грязное, буркнул Черчилль. Но о чем мы? Вопросил пейзаж. Мечты мечтами, а жизнь уже сделана. Уже ничего не изменишь. Это не совсем так, таинственно заявил прозрачный Хаттабыч. А как, сказал кто-то с верхнего ряда. Есть возможность переместить нашего руководителя в другое пространство и время. Ага, обрадовался на тюрморт. В пеленке его и все сначала. А мы тут всей галереей будем его нянчить. В другое время и пространство, назидательно повторил галерейный. А кто вместо него? Спросили издалека. Опять поднялся шум. И кто-то крикнул. Незаменимых людей не бывает. Я уже от кого-то это слышал. Солидно пробасил Черчилль. Попробуйте заменить Ньютона, Эйнштейна. Да ладно, перебил голос Капсана. Нашел с кем сравнивать. Таких вот миллиарды. Они вообще не задумываются, зачем они живут. Миллионами друг друга убивают. Оглянитесь на их историю. Летят на пылинке в космосе и тысячелетиями ее делят. Вот прилетит большой кирпич, и все кончится, как будто никогда не было. Для них жизнь существует только для продолжения жизни. А ну, цыть! Прервал галерейный. Цынник, ты все упрощаешь. Дальше своего философского натюрморта ничего не видишь. Историю человечества всегда делали великие индивидуумы. Родители и дети знаменитостей были и есть просто люди. Цепочки поколений переплетаются и взаимодействуют так, что никто, кроме Бога, не поймет, кто, когда, на кого, как повлиял или помог, чтобы появились знаменитости. В каждом достижении личности есть громадный труд никому неизвестных людей. Они кормили, одевали, учили. Понял? Но ты, босс, загнул, удивился натюрморт. Я понял и согласен. Если бы кто-то не посадил яблоню, то яблоко не шарахнуло бы Ньютона по башке, и он бы не открыл свои законы. А если бы художник не написал твой натюрморт, то тебя бы не было, продолжил пейзаж. А для этого нужен талант, образование и трудолюбие. Итак, переходим к делу. Торжественно объявил прозрачный дедушка. Вместо нашего галериста сложное взаимодействие событий даст нам другого. Какого другого, возмутились балерины? Он же основатель галереи. Не будет его, не будет галереи, продолжил пейзаж. Не будет галереи, не будет выставок и продажи работ. У художников не будет раскрутки и денег. Не будет стимула работать, значит, не будет картин, и нас не будет. Все будет хорошо, — уверенно прервал всех Хаттабыч. Галерист — это служение, как в храме. Бог дает талант. Он же ставит на служение, кого хочет. «Сэр, а вы что думаете по этому поводу?» — обратился ко мне портрет Черчилля. «Вы хотите другую жизнь?» Неожиданно открылась дверь, и вошел посетитель. Это был грузный, солидный мужчина, похожий на сенатора. Я обрадовался, что не нужно принимать немедленное решение, и поспешил навстречу гостю. Тот неторопливо сложил мокрый зонт и повесил его на край стола. «Здравствуйте!» — поздоровался я. «Вы сегодня первый. Вам дисконт». «Добрый день!» — спокойно ответил незнакомец. «Дисконт — это хорошо. Иду на день рождения. Нужен приличный подарочек. И что тут началось? Поднялся дикий шум. «Возьмите меня!» «Нет, меня!» «А я лучше!» «Морской пейзаж — лучший подарок!» «Нет, цветы лучше!» Я испуганно оглянулся на галерейного. «Он их и меня не слышит!» — успокоил старичок. И тут заорал на тюрморт. «Я элитная живопись для элиты!» Посетитель удивленно посмотрел на картину Капсана. «Вы знаете, как-то показалось, что это изображение зовет меня!» «А что вы думаете?» — обрадовался я. «Все-таки живопись — это живое письмо. Это для глаз и для сердца. Ваша энергетика вошла в резонанс с глубокой философией, заложенной в этой работе. Родственные души греют друг друга». «Философия?» — засомневался гость. «Это же просто куча всякого разного!» «Но я уже заразился азартом. Вот смотрите, это свечи означают время жизни. Это череп, бренность сущего. Развернутая книга — мудрость, виноград и фрукты, богатство. Цветы — радость и счастье!» «Ты хоть сам понял, чего натворил? Чего наворотил-то?» — встревоженно сказал голос Капсана. Галерейный пригрозил ему пальцем и прошипел. «Не мешай работать специалисту!» «Богатство, радость жизни», — задумчиво пробормотал клиент. «И сколько это весит в деньгах, я назвал цену». «Ого!» — насупился посетитель. «А хорошее дешевым не бывает», — победно заявил я. «А ладно, беру. Упакуйте как-то от дождя». Я одним движением снял картину и быстро, как фокусник, замотал стрейч-пленку. «Вижу профессионала», — одобрил покупатель, рассчитался, подхватил зонт и поспешил к выходу. «Счастливо оставаться», — весело попрощался натюрморт из коридора. «Я замолвлю за вас словечко». «Во бред!» — подумал я. «Вовсе нет», — приблизился Хаттабыч. «Просто не каждому дано нас слышать. Давайте лучше вернемся к вопросу духа из портрета. А-а-а, Черчилля?» «Нет, это дух не Черчилля, а портрета. Для полноты образа у него голос английского премьера и только», — поправил галерейный. «Ты готов переместиться в другую жизнь?» «Ну, как тебе сказать?» — нерешительно начал я. «В принципе, хотелось бы, но...» «Нет-нет», — заторопился старичок. «Ты, пожалуйста, думай вслух. Другие не слышат». «Ну, хорошо», — согласился я. «Понимаешь, не хотелось бы проходить с самого начала детский сад, школу, вуз, становление личности». «Понятно», — констатировал галерейный. «Хочешь пропустить все трудности и получить результат?» «Послушай, приятель, но это совсем не честно», — уважительно возмутился голос лугового. «Это совсем не честно», — заявил категорический портрет. «Вы, сэр, не будете ценить результат». «Да пожалейте вы его!» — вступились балерины. «Путь к достижениям такой тяжелый, а результат такой счастливый и радостный». «А кто сказал, не важен метод, важен результат?» — обратился я к Черчиллю. «Вы меня опять путаете с английским премьером», — ответил портрет. «Я самостоятельная сущность. Это мое мнение». «Извините», — смутился я. «Но вы должны меня понять. Я уже кое-что проходил. Не хотелось бы буксовать в ошибках и физически перенапрягаться. Мечта-то какая!» «Ого! Оля твоя!» — объявил Хаттабыч. «Готовься к перемещению». «Как?» «Спокойно. Садись в кресло». Я сел. «Теперь расслабься. Считаю до трех, и ты на месте». «И все?» «Конечно. Один, два...» И тут я просыпаюсь в мягком кресле в своем доме под столицей. Мирно, уютно тлеет камин. На столике рядом бутылка виски и полупустой фужер. Между ними начатая рукопись. Читаю название. «Война за Антарес». А на последней страничке капитан Ворк выстрелил из бластера, и инопланетное чудовище развалилось. Только страницу написал, и тут такое примерещилось. «А чего?» «Хороший сон. Галерея, картины, романтика. Не то, что я всю жизнь по гарнизонам глухомани, то заполярье, то пустыня. Всю жизнь в форме, в жестких рамках. Я встал. Болезненно хрустнули суставы, заныла поясница. Посмотрел в зеркало. Ох и морда! То ли опух во сне, то ли перепил. Глаза красные, под ними мешки и тени. Я же вроде выглядел всегда моложе своих лет. Шестьдесят с копейками — еще не старость. А тут рожа столетнего кабана. Я покосился на недопитую бутылку. Надо бросать. Злоупотребляю. Даже, наверное, злобно употребляю. Или злоупотребляю. Если употребляю зло, по-доброму себя чувствовать не будешь. Бардак в голове, как в городе после бомбежки. Нельзя столько пить. Получается химическая атака на нейроны. Я медленно прошелся по ковру, разминая затекшее тело. То тут болит, то там хрустит. Эх, где ты, молодость? Я посмотрел на стеклянный шкаф в углу, где висел мой генеральский китель и брюки с лампасами, золотые погоны, ряды наградных планок. Жизнь прошла не напрасно. Даже был космонавтом-дублером. Но почему-то грустно на душе. Нет праздника. Посмотрел на картину над камином. Там в дорогой раме сражались космические десантники с громадными инопланетными тараканами. Рубка шла серьезная. В стороны летели руки, ноги, лапы, брызги красной крови и синий. Синий, наверное, тоже крови. Написано было решительно, сурово и бездарно. Чей же это Китч? Я присмотрелся к фамилии автора. О-о-о! Так это мой конфуз. А жена хвалила. Врала, наверное. Где-то носит ее на очередной гламурной нудной вечеринке. И дети где-то завеялись, мажоры и лодыри. И стало мне тоскливо один в большом пустом доме в лесу. Отставной генерал, алкаш, графоман и маляр. А вот и сон. Сон был хороший. И вдруг от картины, как из радиостанции, послышалось. Внимание! Вас на связь! Прием! Прием! Что? Ошалил я. Вас на связь! Соединять? Прием! Проскрепел сквозь помехи диспетчерский голос. Да! Да! Заорал я! Раздался громкий щелчок, и через помехи радиоэфира прозвучал слабый голос Хаттабыча. Произошел сбой. Я еще не досчитал до трех, а ты уже переместился. Говорить три или нет? Ты остаешься? Нет! Нет! Я хочу назад! Вырвалось у меня. Эй! 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 Кто-то тряс меня за плечо. Просыпайтесь! Работа ждет! Открываю глаза. Надо мной стоит недавний покупатель натюрморта. Он добродушно улыбнулся и добавил. Не ужасайтесь! Я все понимаю. Погода, все такое. Сам иногда в кабинете засыпаю. Я взлетел в стойку смирно и отчеканил. Извините, виноват, исправлюсь. Чувствовал себя, будто дежурный, пойманный начальством на службе. Вольно! весело засмеялся посетитель. Вам точно армия приснилась? Я охотно кивнул и оглянулся по сторонам. Фу! Мелькнуло в голове. Ну и кошмар. Гость тем временем медленно прошелся по галереи, рассматривая живопись на конструкциях. Вы знаете, а подарочек понравился, доверительно сообщил он. Очень рад, расслабился я. Очень рад. Я, пожалуй, приобрету у вас еще кое-что, задумчиво произнес гость и уточнил. Для себя. После недолгого размышления он выбрал портрет Черчилля, балерин и пейзаж Лугового. Пакуя картины, я испытывал странное чувство. Что-то было не так. Было тихо. Никто себя не хвалил, не кричал. И галерейного тоже нигде не было видно. Странно. Собрав покупки, посетитель пошел к двери. Я последний раз посмотрел на картины, и мне показалось, что Черчилль весело подмигнул мне сквозь стричь пленку. На душе стало тоскливо, будто я прощался навсегда со старыми друзьями. Я растерянно посмотрел по сторонам. Что это было? Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, май 2022 года.